Всем привет! Сегодня покажу очень интересный супчик, который я готовила с куриной грудкой. И он такой получается галушками чесночными. Курицу отвариваем где-то минут 40-30. Можно использовать бедро. Тем временем морковка у меня, лучок небольшой. Морковку потереть на терочке, лучок я тоже потерла, вы можете порезать. Немного растительного масла на сковородку. И это дело все помещаем в сковороду и слегка обжариваем. Для готовности, такой полуготовности минут 5-8. У меня были остатки немножечко соуса домашнего. Тут уже перчик всякий, приправки. Будет очень вкусно. Я тоже добавила где-то 3 столовых ложки. Все-все слегка перемешать. Еще минуточка и все готово у нас. Далее переходим к самим галушкам. Одно яйцо. Разбиваем в мисочку. Далее слегка солим. У меня адельгейская соль с приправами. Одна столовая ложка растительного масла. И одна столовая ложка воды. Добавили все. Все слегка так вот перемешали. И далее вводим муку. Муки нам надо где-то 120-150 грамм. Сразу всю не высыпайте. Я советую вам делать частями. Я тоже частями какую-то часть ввели. Замесили тесто. Еще потом добавили. Сначала мешу ложечкой. Потом уже оно получается. Тесто крутое. Как в принципе на пельмешке. Мы делаем тесто. И вот такой колобочек у меня получился. Который хотел убежать. Это тесто мы должны убрать с вами в целлофан. И дать ему отдохнуть нашему тесту минут 20-15. Тем временем делаем следующее. Берем чесночок. У меня где-то примерно 4 штучки. Я буду тереть на терочке маленькой вот такой. Вы можете использовать чесночницу. И сюда также добавляем еще где-то 1,5 столовых ложки растительного масла. Желательно сюда использовать еще итальянские травы. Но у меня не было их, к сожалению. Поэтому я добавила приправы для первых блюд. Тоже в принципе получилось нормально. Хорошо это все дело перемешиваем. Нам это пригодится для теста, для начинки наших галушек чесночных. Перемешали слегка так. Тесто отдохнуло у нас. И раскатываем. Раскатываем как можно потоньше. Можно ручками потом вот так. Если тесто будет липнуть, используйте немножечко еще муки, либо растительное масло. Вот так не толстое раскатали. Дальше смазываем. Обязательно от краешка отступаем, чтобы у нас тесто потом завернулось. И заворачиваем трубочкой. Трубочки край тоже хорошо прищипываем. И еще вот даже можно так слегка покатать. Чем тоньше у вас получится, тем будет замечательнее и интереснее. И нарезаем тесто. Тем временем я разделала курочку. Картошечку закидываем. Бульончик. У меня 4 картошки больших. Получилось. Кубиком нарезала. Как только картошка с корочкой закипели, я отправляю туда зажарку. Даю еще всему этому делу закипеть слегка. Минутки две покипеть. И потом вот я так вот нарезала небольшими кусочками нашу головку. И отправляем. Повторяю, чем меньше, тем лучше. Отправляем сюда супчик. И варим где-то до готовности минут 8-10. Чтобы у нас все это дело сварилось. Они в галушки очень классно набухают. Посмотрите, как красиво получается. Такой интересный чесночный вкус. Обязательно попробуйте. Или напишите, может быть вы уже так делали. И зеленушки. Немножечко тарелочку зеленушки. И всем приятного аппетита. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Пока-пока.